Итак, сегодня у нас тема номер пять. Большая презентация. Я сразу предупреждаю, что много дней я пропущу, потому что у нас на эту тему, получается, в этом семестре всего одна лекция. Не хватает занятий, чтобы спокойно все рассказать, поэтому довольно бегу. То, на чем у меня не будет возможности подробно остановиться, в учебном пособии посмотрите, там довольно подробно все описано. И первое, что я хочу заметить, это то, что данная тема фактически является кратким введением в тот курс, который у вас будет в весеннем семестре, и который называется «Широкополосная система информационного обмена» в исполнении, в зависимости от группы Валерия Павлович-Убатов или Т.С. И по этому курсу есть книга, на ней он основан. Это книга Валерия Павловича Ипатова, написанная им в те времена, когда он преподавал в Финляндии в университете Долгу, использованный на английском языке. Это книга, которая посвящена тому, о чем мы будем кратко говорить сегодня в пятой теме. И это потенциально тоже источник базовой информации краткой про статистическую радиотехнику, которая может быть особенно полезна для тех, кто, говоря, отключал, и это, конечно, уже не у нас. Это потенциальный источник информации. Следующая вещь, на которой я хочу обратить ваше внимание, возможно, кто-то успел в понедельник в первые половины дня обратить внимание на Бугловскую засаду, которая только полдня провисела, в общем-то, во вторых половине дня и весне. 9 ноября исполнилось и 101 год со дня рождения Хильди Ламар. Это американская актриса, как ни странно, которой принадлежит патент на технологию расширения спектра, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Получит этот патент был в 1942 году, во время Второй мировой войны, совместно с, тоже как ни странно, композитором-авангардистом, которого звали Джордж Антелл. Вот вдвоем они получили в 1942 году патент на одну из технологий расширения спектра, о которой мы сегодня будем говорить. Позавчера Google решил это отметить. Не знаю почему, не весь день эта заставка нам присутствует. Итак, общие принципы. Что такое расширение спектра и какие преимущества от этого мы можем получить, зачем это все делать. Английский термин немножко более точно, может быть, отражает суть. По-английски это называется spread spectrum. Слово spread более точно следует перевести не как расширенное, а как размазанное скорее. Идея заключается в том, что мы используем полосу частот. Сигналы, которые существенно больше, чем необходимо для передачи данных с заданной скоростью и при использовании заданного вида модуляции. Мы рассматривали с вами виды модуляции во второй теме, видели, какая ширина спектра минимальная при этом может получаться. А смысл расширения спектра состоит в том, что мы при том же виде модуляции, при той же скорости передачи данных делаем эту полосу больше. При этом есть несколько спектр, которые нужно обязательно здесь отметить, потому что не любой способ расширения класса приведет к появлению технологии расширения спектра. Строгого определения, надо сказать, нет. Я об этой теме приблизительно руководствуюсь тем, что у Валерии Павловича Репатова в его книге изложены. Основанная идейно на ней в большой степени. Итак, что здесь важно? Важно то, что расширение спектра происходит с помощью некоторого расширяющего кода, который не зависит от передаваемых данных и представляет собой сложный сигнал. Вот ключевым является то, что где-то здесь, в какой-то точке системы, появляются сложные сигналы или сигналы с большой базой. Напоминаю, что это такое сигнал с большой базой. База сигнала — это произведение эффективных значений длительности и ширины спектра. И теория сигнала, свойства преобразования в приемах, говорят, что это произведение ограничено снизу некой константой. Конкретная величина зависит от того, как мы будем измерять длительность и полосу. Но смысл в том, что сигнал с большой базой означает, что произведение длительности и полосы существенно превосходит и длительность. И вот в системе с расширением спектра где-то такой сигнал в каком-то ее месте должен появиться. Ну а в приемнике происходит обратное сужение спектра, и для этого приемник должен использовать синхронизированную копию расширяющего кода. Он должен был быть способен сгенерировать такой же расширяющий код на своей стороне, для того, чтобы обратный спектр сужить. По этим причинам к технологиям расширения спектра не относится та ситуация, когда кодоса расширяется просто за счет передачи данных короткими пакетами с большими порогами. Представьте себе, у вас есть какая-то скорость передачи данных, какой-то вид модуляции, и в этой ситуации мы передаем эти данные непрерывно, по времени друг за другом, символы, либо мы группируем их в пакеты и передаем их с большими порогами, сохранив ту же среднюю скорость передачи данных. Скорость передачи данных во время пакета у нас, соответственно, оказывается больше, в зависимости от того, какого соотношения между ликвидностью пакета и паузой. И в соответствии с этим спектр сигнала в этом пакете, он будет шире, потому что во время передачи пакета скорость больше. Но это не является технологией расширения спектра, поскольку здесь отсутствует какой-либо расширяющий код, и здесь нет сложных сигналов. Вот что, на это я хочу обратить внимание. Набор преимуществ, которые мы от искусственного расширения полосы можем получить. Здесь они представлены кратко, как и таблицы, с условными двумя столбцами, варентные и мирные. Условные категории означает это то, что одни и те же свойства мы можем использовать в разных целях, условно говоря, в военных целях, в мирных целях. Так, например, если устойчивость к померкам здесь обозначена, как клетка, занимающаяся рома столбца, а вот дальше, например, энергетическая скрытность означает малый уровень спектральной плотности, мощности таких сигналов. В военной технике это позволяет спрятаться с противника, а в мирных целях позволяет упростить решение проблем электромагнитной совместимости разных систем, которые в одной и той же полосе чувствуют работают. Ну и так далее. Дальше мы эти преимущества рассматриваем несколько подробно, пока что в общем виде. Устойчивость к помехам. Помехи делятся в самом общем виде абстрактно на мускополосные и широкополосные. Что касается уступполосных помехи. Тоже в самом общем виде не связывались пока с конкретными технологиями расширения аспекта. У нас возможны два варианта. Первый вариант, когда мы никаких мер по противодействию, по них и не предпринимаем. По некоторым действиям сигнал принимаем, предпринимаем. Отношение сигнала шума на выходе согласованного фильтра, который в системе у нас, как обычно, присутствует, без помехи записывается в виде стандартной формулы. Две удвоенные мерные сигналы, деленные на SPL делого шума. И здесь я немножко преобразую, чтобы у меня появилась мощность шума в знаменателе. Я умножу, что этот издевинатель, на ширину полосы сигнала. Получится дробь 2EWB разделить на NWB. Мне это нужно временно, чтобы поместить, что происходит в самом общем виде при воздействии к полосе и понятии. И картиночка со спектрами всего того, что у нас есть. Есть сигнал приблизительно с 3-го вольт-экспектром, в первом кругу приближения к ширине полосы WB. Есть фоновый, одетельный делый галл с шумом, с спектральной поздношкой мощностью N0. И есть узкополосная, относительно, помеха с шириной полосы WB с индексом G. Помеха не имеет статистической связи с сигналом, поэтому для приемника ее мощность, по сути дела, просто добавляется к мощности того шума, который имеет место в полосе сигнала. Вся мощность помехи попадает в эту полосу, ее мощность просто добавляется, как добавка к мощности шума. Поэтому в формуле для отношения с сигналом, которая будет с учетом действия этой помехи, я в знаменателе, где сейчас исходное произведение NWB, это мощность белого шума в полосе сигнала. Я к этой мощности просто добавляю мощность помехи, буквы J, это главная анализ обозначена. А дальше я перехожу к, снова растерю на куглевой числитель и знаменатик, получив добавку к эквивалентной спектральной подписью мощности шума в виде мощности помехи, деленный на полосу, обратите внимание, сигнала. Получается, что спектр помехи, он как бы размазывается по полосе частот, занимаемой сигналом. И отсюда видно, что при прочих равных условиях, чем больше эта полоса, полоса, занимаемой сигналом, тем слабее будет влияние помехи. Это если мы ничего не предпринимаем. Возможно, второй вариант, тоже раз простейший, когда мы на полосу помехи ставим джентральный фильтр, который эту полосу вырежет, изобрабатываемого сигнала. При этом мы потеряем и кусочек энергии полезного сигнала, естественно. Мы эту полосу частот просто вырезаем. Ну что тогда происходит? Энергия сигнала умножится на ту долю этой энергии, которая сохранилась после режима. На единицу минус отношение полоса помехи и сигналом. И из этой формулы тоже сразу же видно, что чем больше шермина спектра сигнала по отношению к ширине спектра помехи, тем лучше, тем потери будут меньше. То есть и в том, в другом случае, из самых общих соотношений, и не рассматривая конкретные технологии, мы видим, что в такой ситуации увеличение ширины спектра сигнала снизит влияние такой узкополосной помехи на помеху устающего с приема. Что касается помехи широкополосной, здесь сценарии обычно рассматриваются военные. Когда эта помеха носит преднамеренный характер, и возникает в результате работы каких-то средств радиоэлектронных средств, что здесь мы можем сказать. В принципе, формула остается той же самой, которая у нас была для отсутствия узкополосной помехи и отсутствия каких-либо мер. Добавляется в лиминателе эквивалентность ограничения плотности мощности помехи как результат размазывания спектра на всю полосу сигнала. Вот здесь возникает следующий аспект. У постановщика помех ограничен энергетический ресурс. Если его мощность ограничена, она не может увеличиваться до бесконечности. И при фиксированной мощности G мы видим, что чем больше полоса нашего сигнала, тем меньше будет эквивалентная добавка спектральной плотности мощности шума. То есть здесь тоже получается, что чем больше полоса сигнала, тем лучше. Только механизм немножко другой, он связан с тем, что мощность энергетический ресурс установщика помех ограничена. Следующий аспект – энергетическая скрытность и электромагнитная субъективность. Вот это именно то, что в курсе археологические цепи и сигналы называлось скрытной передачей сигналов теме, посвященной складыванию электракции. Это именно данный аспект систем с расширением спектра. За счет того, что спектр расширяется, снижается спектральная эффективность. Мы искусственно здесь снижаем электральную эффективность системы. Скорость относительно низкая, полоса большая. Отношение скорости, полосе маленькая. Снижается отношение сигналов по мощности. Вот обратите внимание, что из-за искусственного расширения спектра при сохранении видов модуляции у нас отношение сигналов на вид, наша основная мера отношения сигналов на вид, она остается прежней. Если мы мощность сигнала не меняем, энергия бита остается, спектральная плотность мощности шума тоже остается, как была. А вот отношение сигналов по мощности, оно упадет. Просто из-за того, что мощность шума в полосе будет больше, из-за того, чтобы расслабываться. Вот этим объясняются заявления рекламного характера, которые вы можете встретить. Формулируемые примерно следующим образом. Система расширения спектра способна работать при очень близком отношении сигналов. Нужно понимать, что под этим имели в свою виду. Как всегда в рекламе. Да, это правда, но нужно понимать, что это имеется в виду отношение сигналов по мощности в полосе сигнала. Отношение сигналов на вид от расширения спектра не меняется. И помеха устойчивости, измеренная относительно этого отношения сигналов по мощности, сигналов по мощности, она при идеальном расширении и обратном служении спектра не меняется никак. Она определяется тем видом модуляции, который вывоз будет. А вот отношение сигналов по мощности, оно действительно становится намного меньше. Итак, благодаря этому, потому что по мощности отражения сигналов намного меньше, мы имеем возможность спрятать сигнал под шумами во временной области. При этом в частотной области за счет расширения спектра рефлексированной мощности снижается уровень спектра рефлексированной мощности в полосе сигнала. И за счет этого мы в частотной области тоже прячем его под шумом. Вот картинки из учебника по радиотехническим цепям сигналов, те же самые, которые проводились там для иллюстрации, и те из крытной передачи сигнала. Это именно то, что здесь происходит. В мирных целях мы используем это для снижения взаимных помех между разными системами, которые могут работать по одной точке в полосе. Следующая пара. Структурная стрельность и множественный доступ. Военная и мирная применить нужно. И что такое структурная стрельность? Для того, чтобы перехватить сигналы, извлечь из земной данные, которые передавались, необходимо знать расширяющий код. Который был использован в расширении света. Если вариантов этого кода много, то его подбор может потребовать больших, вычислительных, соответственно, временных затрат. Поэтому мало его однонужен. А он спрятан в шума. Нужно еще вскрыть этот расширяющий код. А их может быть очень много. Это военный применение. Называется структурная стрельность. Для мирных целей у нас возникают новые возможности множества доступа. При разных расширяющих кодах взаимные помехи между системами, которые будут их использовать, могут быть небольшими, либо вообще отсутствуют. При некоторых условиях. И благодаря этому в одной и той же полосе могут работать несколько систем. Это называется кодовым разделением каналов. Немножко больше об этом мы поговорим в тенингом решения. Устойчивость к замиранию на помощьевому распространению. Здесь идея тоже довольно простая. При одной и той же частотной характеристике канала, вот она изрезанной кривой, здесь показана, для узкополосного сигнала мы можем попасть в глубокий провод. То есть в случае узкополосного сигнала уровень принимаемого сигнала будет сильно меняться, будет испытывать замирание. А теперь посмотрите, если у нас сигнал имеет широкий спектр, такой, настолько широкий, чтобы в пределах этой полосы частот происходило много вариаций коэффициента кай-бачка канала, тогда очень малая вероятность того, что во всей этой полосе окажется маленький коэффициент передачи. мощность принимаемого сигнала будет варьироваться существенно меньше. Да, из-за этого будет присутствовать внешне-больная конференция, с этим нужно будет что-то делать. но, как мы увидим, бороться с этим системой с расширением спектра оказывается вполне технически возможным. Вот этот разный коэффициент передачи на разных частотах позволяет нам новые возможности разнесения использовать. Спектр расширяется. Это означает, что уменьшается временной интервал, на котором приемник раздельно будет воспринимать лучи выступающего сигнала по разным путям распространения. И когда этот даталок за решение интервала будет меньше, он обрадуется в рациональной ширине спектра. И те лучи, которые высокоположный приемник воспринимал бы как один суммарный луч, здесь мы видим раздел. И это позволяет использовать эти лучи в качестве отдельных ветвей разнесения для реализации разнесенного приема. Это называется наполучивым разнесением. В списке вариантов разнесения у нас такой вариант разнесения. Это самые общие понятия о том, какие преимущества мы здесь можем получить. А теперь давайте переходить к конкретным технологиям. Основные системы, варианты системы заширения спектра их две. Это так называемое прямое расширение спектра, английский термин Direct Sequence Spread Spectrum и все-то случайные перестройки рабочей частоты. Русская аббревиатура ППРЧ, наиболее распространенная, и английская антиститерный Frequency Code с проэспектром FHS S, 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 аббревиатура. Давайте теперь поговорим о том, что эти технологии собой представляют. Начнем с прямого расширения спектра. Идея состоит в том, что мы берем сигнал, в принципе, с любым видом модуляции, исходно, и умножаем его на расширяющую последовательность, которая представляет собой сложный сигнал, сигнал с большей фазы. В обозначении для нее будет использоваться ПАТ. Структурная схема получается следующего вида. У нас есть модулятор, ДАТ обозначен сигнал на его выходе. Умножаем выходной сигнал на расширяющий сигнал ПАТ, получается излучаем уже сигнал САТ. Дальше в канале спектр добавляется в УМН, получаем принятый сигнал РАТ. В приемнике сигнал умножается на синхронизированную и комплексно-сокряженную здесь, напоминаю, что я уже говорю, комплексно-сокряженную с тем на синхронизированную комплексно-сокряженную копию расширяющего сигнала, в результате получается сигнал Д-штрим, который поступает на демогулятор. Так, смысл два состоит в том, что мы умножаем сигнал на расширяющую последовательность. Расширяющая последовательность представляет собой сигнал с чисто угловой модуляцией, его модуль равен единице трога, поэтому умножение на комплексно-сокряженную копию ликвидирует те базовые изменения, которые мы внесли, комплитудные изменения, благодаря единичному модуру, здесь не вносится, и полезный сигнал мы восстанавливаем точку конкурса. Терминология и параметры новые, которые здесь появляются. Как я уже сказал, расширяющий сигнал это сигнал с головой, обычно с фазой модуляции. По некому всевослучайному закону он должен быть сигнал широкополосный, то есть большой фазой. По сути тела это сигнал с цифровой модуляцией, то есть можно рассматривать его формирование как передачу неких тех излучайных данных, только известных передающих на приемной стороне одновременно, с фазовой модуляцией. Эти символы расширяющего сигнала называются ЧП. Термин может показаться странным, но нужно вспомнить, что означает исходно английский глагол ЧП. Его значение расщеплять и расковывать. При производстве интегральных микросхем на одной пластине кремниевого материала формируется много экземпляров микросхемы, и потом только ее разрезают, расщепляют на отдельные элементы из-за этого процесса для микросхем своего ЧП и приживого скачка. В данном случае мы символ наших данных разрезаем на отдельные кусочки, которые тоже называются ЧП. Раньше у нас были символы эмиды, теперь еще чипы появляются, в соответствии с этим появляются и параметры, связанные с чипами. Здесь длительность чипа ТС с индексом С, которая меньше, чем длительность символа должна быть естественной, и символ хотим нарезать на чипы. Соотношение целочисленное, теоретически может быть не целочисленное, но не встречал, вряд ли попадается. Появляется чиповая скорость, обратная причина по отношению длительности чипа. Она, в свою очередь, больше символной скорости. И отношение этих длительностей либо скоростей называется коэффициентом расширения спектра. Как правило, большая рутва G используется от слова gain, потому что от расширения спектра мы получаем некий выигрыш. вот от слова gain это значение происходит. Как правило, это свое численное значение. Пример показан, где графика. Сверху сигнал с модуляцией, можно сказать, АИМ-2 и FM-2 вещественная часть соответствующего сигнала данные передаются в органы плюс-минус единицам. Бинарная модуляция сигнальных посудов прямоугольных. Средний график это расширяющий сигнал. Это псевдослучайная последовательность, тоже бинарная модуляция, мы не используем значение плюс-минус один, нам нужно чтобы модули единицы по равенности. Длительность более короткая здесь на 8 частей разделен символный интервал, и в данном случае длительность чипа 1,8 от длительности символов. Символы данных на верхней графике длина единица, здесь на 8 частей этот интервал разделен. Мы перемножаем два графика, получается внизу сигнал с расширением спектра 8 расширением происходит. Что происходит в приемном? Прежде всего мы должны заметить, что полезные сигналы восстановятся без искажений. Мы сигнал излученный полезный, который представлялся в произведении D и P исходного сигнала и расширяющей последовательности умножаем на комплект сопряженный и расширяющий сигнал. Получаем квадрат модуля, а модуль у него по условию, которое мы наложили, был ранен визит. В итоге получаем без искажений постановлен сигналный сигналный адрес в приемнике. Разумеется, должна быть синхронизация между сигналом расширяющего приемника и передачей и передачей. Ее нужно обеспечить. Шум. Шум меняется в результате снятия расширения приемника. Мы получаем на входе депокулятора шум, умноженный на комплект сопряженную группу расширяющего сигнала. Шум другой, но нам не важно сам новый сигнал. Нам дабы какую-то устойчивость и важны его статистические свойства. Давайте задумаемся, что с этими статистическими свойствами происходит. И если мы задумаемся, то поймем, что статистические свойства его не меняются. Почему так происходит? Вероятные свойства мы умножаем комплекс решений, который у нас был Гауссов, на некую константу. То есть с точки зрения приемника расширяющая последовательность, это известный ему сигнал, он детерминированный, и у него модуль ряда единицы, то есть происходит только поворот по фазе. Мы комплексный шунг с круговым гауссовым распределением, у которого вещественные дневные части с одинаковыми уровнями и независим друг от друга, мы его просто повернули по фазе на другой другу. От этого это круговое гауссовое распределение таким быть не перестал, от того, чтобы его повернули по фазе. То есть он остался гауссовым с теми же параметами, с той же дисперсией. Дальше. Шунг был белым. Это означает, что его значения в разные моменты времени не коррелированы друг другу. Здесь происходит параметрическое преобразование, мы его умножаем на расширяющую последовательность, которая статистически с шумом никак не связана. Поэтому если в разные значения моменты времени значения были не коррелированы, то они не просто такого умножения не коррелированы лежали остатусом. Не откуда появиться между ними статистические связи. То есть шум останется белым. Значит шум меняется но его статистические свойства полностью сохраняются. Они не меняются и нам это важно. А это означает, что в результате расширения последующего снижения спектра у нас не изменится, как я уже сказал, говоря о общих принципах, не изменится отношение сигнал-шум на битве. Оно остается прежним. И следовательно процессы расширения и снижения спектра не влияют на помеху устойчивой системы по отношению к одетельному белому галузу. Разумеется, предположение того, что выполняется идеально процесс расширения и снижения исследований. Определяется помеху получивающегося только из-за нагуляции, которые исходно был исход. Квассификация расширяющих последований. Мы можем выделить два класса. В зависимости от того, как соотносится период повторения расширяющих последований. Она всегда случайная, но для того, чтобы приемник мог воспроизвести эту последователь у себя, она неизвестно должна быть периодически. По-другому не знаю, как это технически реализовать. По-другому. Так вот, в зависимости от того, как соотносится период повторения расширяющих последовательности D с индексом P и длительность символа, можно выделить два класса. Если период расширяющей последовательности больше, чем длительность символа, эти последовательности называются длинные. Что мы получаем в этом случае? Получается весьма равномерный спектр, практически при этом форма спектра определяется формой сигнальной посылки, которая в расширяющем сигнале использована для формирования чипа. Практически спектр будет определяться этой формой. обеспечивается лучшая структурная скрытность, поскольку расширяющая последовательность длинная, то ее сложнее выбирать, для того, чтобы взломать код, который использован для расширения спектра. Но есть и минусы, потому что в приемнике необходимо наличие отдельной системы синхронизации, которая будет отвечать за синхронизацию расширяющей последовательности с тем, что использовано в передающих сигналах. На практике обычно есть некая фреймовая структура временная у данных, которые передаются, и обычно эта расширяющая последовательность привязывается к этой фреймовой структуре, для того, чтобы такую синхронизацию реализовано. Пример использования длинных расширяющих последовательностей это мобильные системы с ходовым разделением каналов, это третье поколение мобильных систем связи. Конкретный пример для системы стандарта системы 3000, которую у нас реализовывала оператор Skyrim. Да, не знаю, это же работа есть, сейчас этот сигнал в эфире уже нет, вот пару лет назад еще было. Привожу именно этот пример, а не стандартный МТС, который используется сейчас реально для момента связи в основном у нас, чтобы показать вам, каких величин может достигать период повторения этой длины расширяющей последовательности. Кривот там вот такой, 2 в 42 степени минус 1 чип, чиповая скорость, тактовая частота 1,2288 МГц. Если мы произведем необходимые ретические действия над этими делами числами, то получится, что период повторения этой расширяющей последовательности больше 40. Вот такое бывает в реальных технических системах, и эта система работает, синхронизацию мы можем реализовать. В системе стандартного МДС там существенно менее впечатляющие значения, там 10 мс период повторения этой длины расширяющей последовательности 38400 чипов. И всего лишь по сравнению с этой громадной причиной не очень впечатляюще. Второй плац. Если период повторения не превосходит длинности символа, эти последовательности экостерицируются как короткие. Здесь я должен заметить, что вряд ли нам раз удастся найти случаи, где в этом неравенстве строго меньше. Наверное, на практике используется только вариант равенства, когда длительность символа равна периоду расширяющей последовательности. Чем этот вариант хороший лейбов? Лейбов тем, что в этом случае чипы символа не являются не коррегированными. То есть у нас в пределах символа как минимум один период повторения расширяющей последовательности. Это означает, что между значениями чипов появляется жесткая связь. из-за этого в спектре появляется нитка регулянта, что перестает быть красиво равномерным как у случайного сигнала, но в нем появляются какие-то пики и провалы в уровне не так же конкретные перемены. При этом практически исчезает структурная скрытность в таких случаях, но плюсами является простота реализации, потому что сейчас мы увидим во что превращается формула обеспечающая такую систему в том единственном практически используемом варианте, когда период последовательности равен длинности символов. Давайте посмотрим, что при этом происходит. Исподная я записываю здесь обычную формулу для сигнала сменения регуляции сумма по символам символа богатая умножаются на сигнальную пасунку уже и это было умножаем на расширяющую последовательность ВАТ. Но мы считаем здесь, что период повторения расширяющей последовательности равен 30 символам. То есть ВАТ это то же самое, что и ВАТ Т- АТ Я ничего не изменив добавил такой временной сдвиг в эту последовательность. Это означает, что я могу внести ее внутрь суммы и посмотрите, теперь все слилось в том, что у меня умножилась на расширяющую последовательность сигнальная посылка и все. То есть мы получили обычную формулу для применения индуляции только созмеленная сигнальная посылка и исходная умножилась на нашу расширяющую последовательность. И это значит, что сигнальная посылка в данном случае стала сложным сигналом. Сигналом с большой последовательности. В качестве примера можно привести в такой ситуации можно привести один из вариантов Wi-Fi сигналов. Это стандарт 802.11b Версия с буквой B использует именно прямое расширение спектра с такой короткой расширяющей последовательностью. В качестве этой последовательности используется 11 элемент и подбар параметры количественной системы символьная скорость 1 мегасимвол в секунду 1 мегагерц символная частота коэффициент расширения спектра 11 чиповая скорость получается 11 мегасимвол в секунду и 11 элемент подбаркера в качестве сигнальной посылки. В лабораторной работе вы используете 13 элементов и сам отынный подбаркер в работе по теме номер 5 в Wi-Fi системе используется 11 элементов. Вот так выглядит этот код и соответственно так выводит сигнальная посылка горизонталь запуск проантуирована здесь в номерах чипов. Корреляционная функция такой посылки как положено коду баркера есть узкий пик и боковые виски которые имеют уровень в 11 раз меньше чем уровень главного пика в данном случае для данного кода баркера эти боковые виски отрезательные. я говорил что из-за того что связи между чипами внутри символов. Посмотрите на картинку мы видим что первые два чипа имеют значение плюс 1 и минус 1. Это означает что какой бы нему символ модуляционный из тех данных которые мы передаем какой бы сигнал ни мы знаем что в пределах символа первые два значения для первых двух чипов они будут отличаться только знаками то есть сами два значения могут быть любыми в зависимости от того что там была сандуляция и какие значения принимал сигнал но после умножения шире еще последователь первые два отсчета если один отсчет значит брать они могут отличаться только знаками вот это те статистические связи между символами которые в пределах символа будут появляться ну и так далее там видно что третья и четвертая одинаковые четвертые и пятые тоже красного знака и так далее вот эти статистические связи форма спектра выводя общие формулы линейной модуляции мы видели что форма спектра определяется энергетическим спектром сигнальной басы и в данном случае энергетическим спектром вот этого сигнала соответствующего коду баркера вот как этот спектр выглядит его общая часть плавно меняющаяся это по большому счету синус х на х от коротких прямоугольных индексов с которым он состав от прямоугольных длинностей щипа если мы его рассмотрим изолированно даст нам вот такой лепестковый спектр а вот узкие провалы которые мы наблюдаем на некоторых частоках это уже следствие соотношения между значениями щипов этого коду баркера вот эти соотношения дают нам узкие провалы на некоторых часток здесь провал 13 в ходе наоборот пики возможно именно поэтому кстати был выбран именно 11 элементный а не 13 например элементный код баркера для системы Wi-Fi здесь эти провалы вниз а у 13 элементного кода у него в спектре пики торчащие вверх это структура и кода баркера самого связи с набором знаков которые используются выдачи вот реальный вид этого сигнала картинка излиплавных материалов одной из фирм производящей измерительное оборудование среди распространения документов есть такой каталог сигналов часто встречающихся на практике вот зарегистрированный оборудовым измерительным спектр этого wi-fi сигнала андарта 802 11b выведен главный лепесток и три провала которые на определенном частоте в этой картинке пишут лепесток в этой лепестке в общем абстрактном виде подавление узкополосной пометки каков здесь механизм я вот только хочу здесь подчеркнуть что сейчас я говорю о том механизме который у нас получается в общем случае если мы реализуем систему с прямым расширением спектра именно так как нарисовано на общей структурной схеме то есть умножаем сформированный сигнал на расширяющую последовательность приемники ее снимают ведь если у нас система с короткой расширяющей последовательностью в которой просто используется сложный сигнал на сигнальной посылке там может этих операций не быть там просто за счет формы сигнальной посылки мы реализуем формирование сигнала и его прием с помощью соответствующего согласованного фильтра там этот механизм будет выглядеть несколько по-другому если так рассматривать эту систему без операции умножения на расширяющую последовательность а в общем видите здесь получается следующее вот посмотрите на входе приемника до того как мы снять обширение у нас есть сигнал с широким спектром и есть высокополосная в которой спектр где-то здесь расположен и мы теперь умножаем эту смесь на синхронизированную копию расширяющей последовательности что произойдет сигнал синхронизирован с этой копией расширяющей последовательности в результате умножения снимется расширение спектра спектр сигнала вот он станет более узким спм пропорционально вырастет в полосе мощность не происходит а помеха она же не имеет статистической связи с копией расширяющего сигнала на которую мы ее будем умножать поэтому получается что для помехи это умножение сработает как операция расширения спектра ее спектр расширится то есть в результате мы имеем сигнал узкополосный и помеха широкополосного в результате этой операции а демонулятор который стоит дальше он так или иначе включает асоглазонный фильтр по сути дела это фильтр настроили на полосу сигнала который большую часть мощности помехи с расширенным спектром просто отсидит вот таков здесь оказывается механизм подавления высокополосной помехи спектр сигнала приема не сужается а спектр помехи наоборот расширяется и большая часть оказывается за пределами полосы сигнала про широкополосную помеху мы немножко поговорим количественно рассмотрим следующую ситуацию имеется в виду импульсная помеха и модуляция FM2 моделировать помеху мы будем как дополнительный шум который возникает не во все моменты времени вот символы здесь даже конкретная решение спектра и формулы где не участвуют практически вот это символы сигнала и есть некий импульсный шум который когда-то отсутствует у нас только фоновый гауссовый шум когда-то начинает присутствовать импульсный шум он где-то действует где-то не действует что-то вот такое имеет место и здесь мы будем предполагать что символы достаточно короткие для того чтобы можно было считать что символ шумом поражается либо не поражается только целиком то есть из из математического рассмотрения мы выберем ситуацию когда часть символа поражена этим импульсным шумом система основной несущей это обычно можно сделать многочастотную систему там символы длинные но там приходится это учитывать при анализе что у нас есть некое распределение вероятность того какая то рассчитыва будет с импульсом шумом поражена здесь можно этим пренебречь обозначение μ это доля времени пораженного импульсной помехой представим себе что у нас есть постановка помеха пытается подавить систему связи и он делает импульсную помеху которые импульсы как-то случайно распределены по времени но по времени занимают 0 0 0 дальше по постановочке понятия энергетический ресурс средняя мощность которую он может обеспечить и вот это соединенная по времени СПМ мы только к стационарному шуму обычно применяем понятие спектральной плотности мощности здесь шуму импульсный он не стационарный поэтому так как усредненная по времени СПМ условные термины я надеюсь что понятно что под этим имеется в виду и во время действия импульса тогда получается что спектральная плотность мощности будет равна и 0 разделить на 0 то есть и 0 в среднем мю в доле занято во время импульса получается и 0 делить на 0 то есть если доля выраженная во времени маленькая у нас импульс если она большая то это почти что получится математически здесь у нас есть две ситуации с вероятностью единица минус мю и пульсного шума нет в данный момент и помимо устойчивости описывается обычной функции которая соответствует мангуляции забора а с вероятностью мю действует импульсный шум и в связи к SPM шума аддитивного фоново-стационарного мы добавляем эту SPM и пульс по шуму 1.0 делить на н это общая формула и теперь если мы предположим что доминирует помеха и фоново-стационарного можно пренебречь то есть принятие n в ноль равен н то мы получим следующие выражения здесь в этой части ошибок тогда нету вообще остается только слагаемое ну и в нем считаем ноль и уходим наверх получаем μ умножить на ту функцию от корни квадрата то есть 2μ на ебек и ноль здесь отношение и сигнал помеха получается если проанализировать эту зависимость то оказывается что семейство графиков имеет следующий внести вероятность ошибки битовые опыт отношения сигнал помеха для каждого конкретного эти графики пересекаются при низких отношений сигнал помеха наилучшая помеха устойчивость оказывается При большом при больших отношениях сигналы помеха 유 ну при больших отношениях наилучшая устойчивость при малом. Мы рассматриваем ситуацию с точки зрения подавительных подъемов и вероятность беда ошибки. И если это автоматически правильно реагировать, то окажется, что для каждого отношения сигнала подъема есть оптимальная с точки зрения постановщика подъема доля μ, которая обеспечит наихудшую помехоустойчивую систему. Из-за того, что функция аналитически здесь эффициент соответствующей не получит численно только. Но если проанализировать, получается следующее. μ нулевое, то есть вот это наихудшее значение μ, оно равняется 0,7 примерно разделить на отношения сигнал помеха, если это отношение сигнал помеха больше, чем 0,7. В разных воздействиях децидиумов 0,7. Если меньше, то верхняя формула дава бы μ больше единицы, больше единицы быть не может. Поэтому при этих низких отношениях сигнал помеха оптимальным является размазывание помехи на всё время, то есть в весах децидиумового характера. Наихудшая вероятность ошибки, которая при этом получается, если помеха будет оптимально наставлена, вероятность ошибки будет обратно пропорциональна отношению сигнал помеха с коэффициентом 0,080 тысяч числителем, в том же случае, если это отношение сигнал помеха больше, чем 0,7. Ну а в случае, если меньше, чем 0,7, то у нас нет ни плюсного характера у помехи, тут просто получается обычная формула модуляции F2 с отношением сигнал помеха вместо отношения сигнал помеха. То есть вот такие вещи здесь происходят, если мы рассматриваем ситуацию оптимизации с точки зрения постановщика помеха. То есть есть оптимальная доля импульсов, которые они должны принимать во времени, и эта доля зависит от энергетических ресурсов постановщика помех, вместо того, насколько сильную помеху он может поставить. Получается, что если очень сильную, то можно никаких импульсов не делать, задавить тех мощностей помехи. Если мощность помехи меньше, то есть отношение сигнал помехи побольше, то приходится экономить и как-то оптимально распределять эти импульсы по времени. То есть напоминаю, мы здесь ситуацию с точки зрения постановщика помеха просмотра. Следующий аспект устойчивость к научному распространению. Здесь несколько аспектов. Некоторые из них вы смотрите в лабораторной работе. Если задержка научного учения превышает длительность чипа, что у нас получится? То в приемнике правильная родная синхронизация для снятия расширяющей последовательности может быть достигнута только для одного из лучей. Тогда остальные лучи будут умножаться на несинхронизированные расширяющие последовательности и не мешать приему они будут восприниматься просто как некий дополнительный шум. И если корреляция между вот этими сдвинутыми копиями, которые несинхронизированные расширяющие последовательности будет умножаться с тем лучом, который мы принимаем, будет мала, то проигрыш здесь будет незначительным по отношению к сигналу. То есть благодаря расширению спектра можно, используя один из лучей, принимать сигнал без каких-либо дополнительных мер. В пятой лабораторной работе вы смотрите, как это происходит, реализуете трехручивый канал и принимаете, сначала принимаете сигнал по одному самому сильному лучу, смотрите, что действительно с момент устойчивостью практически ничего не происходит заметного. Благодаря расширению спектра, благодаря тому, что у нас остальные лучи умножаются на низинхронизированные последовательности. Но при этом получается, что и энергию мы используем только из одного луча принимаемого, а остальные пропадают зря. Можно сделать лучше, можно энергию эти лучи использовать, и, соответственно, собрав все вместе, и организовав оптимальное сложение электрики. Мы говорили про внесенных приемников. Структура, которая это делает, получила название рейт-приемника. Ну, английское слово рейт означает «трабли». Имеется в виду, почему этот термин прижился, имеется в виду, что импульсная характеристика моего лучевого канала связи представляет собой набор узких метров при каких-то задержках из какими-то уровнями. И ее график в какой-то степени действительно напоминает график. В чем идея состоит рейт-приемника? Идея в том, что мы реализуем согласованный фильтр для сигнальной посылки, которая искажена на лучевую канала связи. Если с точки зрения фильтрового приемника, название согласованного фильтра, если предположить, что расширяющая последовательность короткая, и мы в приемнике просто ставим согласованный фильтр для этой сигнальной посылки с расширением спектра и к искажениям внесенных в нее канала. Что получается? Такая структурная схема. В целом, мы хотим построить согласованный фильтр для сигнальной посылки, которая искажена на лучевую канала. То есть сигнальная посылка, которая представляет собой сумму сдвинутых копий исходной сигнальной посылки с какими-то коэффициентами. То есть две лет задержки ущи и коэффициентами на его уровне. Но как мы строим эту структуру? Мы ее можем представить перед двух каскадов. Как и формировалась эта искаженная сигнальная посылка. Ставим согласованный фильтр для исходной сигнальной посылки с расширенным спектром по этому же штифу. То есть это сигнальная посылка умножена на шею, что последует. А после этого ставим структуру, которая реализует согласованный фильтр уже к тому, что внесено каналом. У канала римусная характеристика набора этой функции со сдвигами какими-то, а не с какими-то множителями. Вот мы реализуем согласованный фильтр к этой структуре. Этот фильтр представляет собой некоторое количество параллельных ветвей по числу лучей канала, которые мы хотим обрабатывать. В каждой из этих ветвей мы ставим задержку, которая должна компенсировать задержку этого канала. Ну а поскольку мы хотим построить физически реализуемую структуру, то подвинуть обратно мы не можем. Мы можем внести какую-то общую дополнительную задержку T-maximum. Она должна быть не меньше, чем максимальная задержка луча. И из нее все эти задержки вычисли. Здесь получается T-maximum минус T1, T-maximum минус T2. После прохождения через такие задержки у нас все лучи соберутся в один момент T-maximum. Задержки T-maximum они соберутся все вместе. Все эти пики. И умножаем их на коэффициенты оптимального сложения, которые равны комплексно-сопряженным коэффициентным передачам этих лучах. И после этого все складываем. Вот это рейд-прием. Согласованный дефильтр бесконечной сигнальной посылки, которая идет в виде двух каскадов. Согласованный дефильтр к исходной сигнальной посылке и согласованный дефильтр к тому, что произошло в катании. В случае корреляционного приема, когда мы действительно снимаем расширение, это тоже реализуется. При этом мы снимаем расширение в нескольких вариантах. Мы расширяющую последовательность приемники задерживаем на нужные нам задержки. У нас несколько каналов. Вот в каждом канале умножаем на стиле, и соответствующим образом копируем. Ну и дальше уже разбиливаем результаты. Так вот здесь нарисованы. Несколько графиков, которые поясняют то, что здесь происходит. Вот пример импульсных характеристик канала. Три участка именно корреляционного. Плюс единица. С нулевой задержкой и задержкой на пять чиков. И не помню, какой из блоков. 0,7, что ли, по графику. И минус 0,4 корреляционного при задержке на 7 чиков. В качестве сигнальной посылки 11 элементный код Баркера, который труп показывал раньше. Вот что произойдет с сигнальной посылкой. Вот это код Баркера, сдвинутый в три его копии, суммированные, со сдвигами на 5,7 чипов и с умножением на соответствующие три рецепта. Получилась общая длина 11... Сейчас... 7... 9... А, там множество. 18 чипов длина. 11 плюс 7 чипов. А теперь давайте посмотрим. Вот такая сигнальная посылка. И у нас, чтобы все хорошо было при приеме, нам нужно, чтобы условие отсутствия для всего интерференции выполнялось. Для этого корреляционную функцию нужно построить. Посмотреть, что будет. Корреляционная функция выглядит вот так. У нас появились здесь пики с точками, которые соответствуют всевозможным задержкам между получами. То есть всем попарным задержкам. А таких у нас тут много. Есть задержка 2 между вторым и третьим получами, есть задержка 5 между первым и вторым, и задержка 7 между первым и третьим. То есть вот вы видите здесь точка 0,257 чипов, но у нас длина символа 11 чипов. Посмотрите, что с этой корреляционной функцией при задержке равен 10 символов. Вот это точно. Дуевой уровень здесь. То есть есть некая межсимольная конференция, но она моя. Ну а здесь уже, естественно, совсем ничего, потому что сюда она не дотягивается. То есть построить такой согласованный филит, мы использовали мощность всех лучей, всех трех, и получили не сильную, маленькую межсимольную конференцию. То есть можно получить хорошие результаты в мегаустойчивости, использовав данный метод, сложив все лучи оптимально. Почему нельзя это сделать без расширения спектра? Представьте себе, что мы попробуем сделать то же самое при сигнальной посылке, которая не является сигналом большой базы. Но в простейшем случае, представьте, что это просто прямоугольник. У прямоугольника корреляционная функция имеет вид треугольника. Вот представьте себе, треугольник этот шириной плюс минус один из чипов в данном случае. Представьте себе, что мы суммируем эти, вместо каждого из этих узких пиков, вот у нас здесь фактически семь копий корреляционной функции исходного кода партнера. Представьте себе теперь, что вместо них у нас будет сумма семитого угольника каждой шириной плюс минус один из чипов. Это будет вот такая большая гора, шириной плюс минус 18, у которой при задержанных равных липкостей символа уровень будет у нее очень большой. Межсимволная интерференция будет очень сильная. Мы не сможем просто так этот сигнал принимать. Здесь при этом уровне мы можем просто ее проигнорировать и пойти на то, некоторое улучшение полковоустойчивости из-за этих символной интерференции, которая здесь будет не обращать на нее внимания. А если расширения спектра не будет, то это не ошибок интерференции или будет метагогов. Поэтому именно расширенный спектр здесь необходимо, чтобы такое реализовать. В реальных системах это делается. Вот те мобильные системы третьего поколения, Wi-Fi приемники стандарта 602.11b, они отслеживают несколько лучей приема. Там же в потребных коммерческих системах как минимум три луча отслеживаются. При этом нужен дополнительный канал, который будет сканировать задержки, чтобы искать лучи и измерять их параметры. Нам нужно узнать параметры лучей. Вот для этого есть отдельный канал, который занимается сканированием, отслеживает появление и исчезновение лучей и делает оценку их параметров. Несколько каналов таким образом действительно обрабатывается. Реализация множественного доступа. Здесь очень кратко, мы про это в тени же еще будем говорить. Идея состоит в том, что совместно использование частотного временного ресурса реализуется с помощью разных расширяющих последовательностей. То есть разные радиолюки используют разные расширяющие последовательности. Это называется кодовое разделение каналов. И здесь может быть либо полное отсутствие взаимных помех, если мы можем обеспечить автоканализм сигналов, для этого необходима строковая временная синхронизация, либо некий уровень взаимных помех, которые есть, но при некоторых частях пользователей может быть приемлемым этот уровень. Дальше переходим к второй технологии расширения спектра, из тех, которые на практике используются. Так называемая псевдослучайная перестойка рабочей частоты. В отличие от прямого расширения здесь принцип понятия из названия. Смысл состоит в том, что несущая частота время от времени меняется. Параметры появляются тоже свои здесь дополнительные. Эти скачки, в соответствии с терминологией, называются словом HOP. И T с index H обозначение для интервала между этими скачками. Соответственно, частота скачков как обратная величина. Структурная схема, модулятор, как обычно. И мы в переносчике комплексно-огибающей нанесущую частоту используем синтезатор частоты, который управляется генератором расширяющего хода. Этот генератор будет определять, в какой момент на какую частоту мы сигнал будем переводить. В приемнике синхронизированная копия расширяющего хода управляет синтезатором, который работает в блоке переноса на плевую частоту. В блоке формирования комплексно-огибающей. Дальше 2.0. Где же здесь сложный сигнал в данной случае? Говорим, что сложный сигнал не зависит. А сложный сигнал здесь получается вот здесь. Мы тут имеем сигнал наше, несущее колебание, у которого частота меняется во времени по какому-то сложному закону. То есть сложный сигнал появляется здесь вот в этом месте. Теперь я повторю картинку из Глубовской заставки в понедельник. Потому что именно это было заплатовано Хиге Вамаре в 1942 году. Идея состояла в передаче на меняющейся во времени частоте. Вот картинка, которая здесь это иллюстрирует. И там с автором композитором. Аналогию они проводили вот этой последовательности использования частоты. Аналогию они проводили с биотией. Так что это подобно тому, как в биотии мы друг за другом используем разные аналогии. Вот эта смена несущих частот была придумана каким-то таким образом из этой аналогии. Классификация. Здесь, подобно тому, как расширяющие последователи у нас были длинные короткие, здесь тоже в зависимости от того, как соотносится интервал между встречками и длительность символа, появляются два варианта. Быстрая и медленная PPRC. Если TH больше, ну и сюда же, наверное, равенство нужно отнести, чем длинные символы, это называется медленный PPRC. Slow FHSS. И означает это, что на одной частоте передается несколько символов подряд. Как минимум один плюс символ, мы никаким частотам не разрываем. Наоборот, если интервал между встречками меньше, чем длинные символы, это означает, что несущая частота меняется прямо во время передачи символа несколько раз, и символ таким образом подвергнул на кусочки, которые размазаны по нескольким числах. О том, какие здесь достоинства и недостатки, сейчас чуть-чуть поговорим. Итак, медленная перестройка радиочной частоты. Вот картинка, которая это иллюстрирует. Здесь по вертикали частоты, по горизонталью времени. Частот здесь 8. Два, двузначный индекс, для их обозначения использован. Модуляция подразумевается частотная, бинарная. Вторая цифра индекса, это данные из передачи от нуля до единицы, значение передаваемого. Первая цифра индекса от единицы до четырех, это номер используемый висущий в данный момент. Передаваемый данный строй, что написано сверху над этой картинкой. Трикельное символа. Маленькое относительно интервалное беспочетание частоты в четыре раза больше, чем трикельное символа. То есть мы четыре символа передаем на одну несущую после этого иллюминий. В последовательность использования частот задано внизу. Один, три, два, четыре. То есть четыре блока по четыре символа получается. На частотном ременной плоскости, таким образом, в каждый период между смятой частот мы используем прямоугольничек, который пунктиром обведен. По вертикали он накладывает две частоты. У нас частотная манипуляция, нам нужны две частоты для передачи данных. По горизонтали занимает четыре символа интервал между строчками. Тут первые четыре символа мы передаем на частоте номер один. Используя те частоты, которые мы будем передавать, на каждом символе они закрашиваемlaughing соответствующий серый цвет. Четыре символа передали, перестроили сюда ЧТУ номер три, передали здесь четыре бита, перестроили сюда ЧТУ номер два, передали там четыре бита и перестроили сюда ЧТУ четыре, передали там четыре бита. Вот получается дифф recomент этого сигнала на частотно-временной плоскости. Быстрая перестройка. Здесь обозначения частот такие же сблокированы, а не по-другому. Здесь верхние четыре частоты относится к битус полевого значения, и нижние четыре частоты к битус единичных значений. Здесь символы относительно древней интервалы, то есть в четыре раза короче. Здесь теперь пунктиром обведены прямоугольники – это передача одного бита. Пунктирный прямоугольник – это один бит на частот напрямую на плоскости. Частоты сблокированы именно так, чтобы проще было эти прямоугольники мне изобретать, чтобы они компактны. В реальность мы можем сделать. Четыре биты передаем – 1,1,0,1. Последовательность использования частот такая – 1,3,2,4. Вот единичный бит на четыре кусочка мы разрезали. Дальше он повторился еще раз на четыре кусочка, мы его разрезали. Нулевой бит передавался в области других частот, тоже порезали на четыре кусочка. Ну и последний бит снова единичный. То есть вот такой здесь закон. Мы в процессе передачи бита меняем частоту. Что здесь получается с преимуществами? Ну, во многом дуальна является ситуация. То, что мы рассматривали как широкополосную помеху, она была емкостной по времени для системы спиртного ширинения спектра. Здесь дуальная ситуация. Рассматриваем помеху частичной полосы. То есть там у нас и плюсы занимали мы по времени, и здесь полосу частично занимаем помеху. Ну и что я, прежде всего, должен заметить, говоря о полосах помеха в системах с псевдослучайной перестройкой частоты. У нас есть какое-то количество несущих частот, такой довольно абстрактный график. И здесь какой-то закон использования этих частот. В разные моменты времени мы используем разные частоты. И теперь представьте себе, что у нас есть узкополосная помеха, которая сосредоточена где-то, например, в этой системе. Что произойдет? Эта помеха влияет на наш сигнал только тогда, когда мы для передачи используем соответствующую частоту. Ну или несколько частот, в зависимости от того, какую ширину все-таки спектра помеха занимает. То есть, по сути дела, после снятия от расширения спектра, после снятия прыжков частоты, у нас узкополосная помеха преобразуется в помеху импульсную. За счет прыжков частоты. Поэтому все формулы оказываются полностью аналогичными. И если мы рассмотрим ситуацию по меру частичной полосы, не обязательно узкая полоса, как здесь обозначено, в общем случае, частичная полоса. Мы ее моделируем как дополнительный шум, ну белый условно, с равномерным спектром в полосе, занимающий часть полосы системы. Мю здесь доля пораженной полосы, а не времени. И аналогично и ноль усреднен на SPF в помехе, и ноль делим на мю, SPF в полосе помеха. Формулы получаются точно такие же, но только здесь, если мы используем для простоты предположение о том, что это ЧМ2 с непогерентным приемом. С вероятностью единицы минус мю формула для вероятности битовой ошибки обычная, для ЧМ2 приемом одна вторая, а не менее минус отношения синалом на мю попала. А с вероятностью мю к шуму добавляется дополнительная составляющая со SPF и ноль разделительная мю. Точно так же, если мы считаем, что мускополосная помеха доминирует над фоновым стационарным шумом белого, получается вот такая умола мю попала на единицы минус мю к ЕВ делить на 2 и ноль. Свойства зависимостей аналогичны. Семейства трафиков пересекаются при малых отношениях сигнал помеха наилучшая помеха устойчивость при большом мю. При больших отношениях сигнал помеха при наилучшей помехой устойчивости при малом мю. И точно так же здесь есть оптимальное с точки зрения постановки помехи значение. Оно тоже обратно пропорционально отношению сигнал помеха, но только здесь нету функции, экспоненты описываются, поэтому вся оптимизация здесь аналитически может быть проведена. Коэффициент чувствителя оказывается равен ровным уровнем. Если вычислить. Для очевидения сигнал помеха лучше двух. Если меньше, то оптимальная помеха, занимающая полную полосу. И наилучшая вероятность ошибки тоже получается обратно пропорционально отношению сигнал помеха. Коэффициент чувствителей ЕВ минус первой степени. Ну и обычная формула у меня по устойчивости, если ЕВ минус первой степени. Устойчивость забирания. Ну вот здесь сразу, это очень кратко. Что здесь получается? Благодаря тому, что мы расширили спектр, забираниями в каждый момент поражаются выше некоторых из используемых нами частот. В результате при недвенной полной рч окажутся поражены двойками забираний некоторые пакеты, которые на соответствующих частотах были верны. Они будут с повышенной вероятностью ошибки. То есть ошибки группируются, как бывает при замираниях. И следовательно, для того, чтобы мы могли с этим бороться, нам необходимо применение помеха устойчивого кодирования с перемежением. Чтобы раскидать эти ошибки более равномерно по времени. Перемежение должно охватывать несколько скачков частоты с блок, который на нескольких частотах передается. В случае быстрого пакета врача замиранию подвергается лишь часть символа. То есть те кусочки символа, которые на неудачных частотах были верны. Когда в приемнике мы будем складывать символы из этих кусочков, получится, что влияние забираний как бы усредняется по всем частотам, которые были использованы. Это позволяет получить устойчивое забирание даже без помеха устойчивого кодирования, уже за счет размазывания символа по нескольким частотам. Вы видите, механизм устойчивости здесь получается аналогичен механизм устойчивости к узкополосной помехе. То есть как узкополосная помеха преобразуется в индексную, так и замирание здесь преобразуется в то, что пропадают некоторые кусочки сигнала. В случае узкополосной помехи здесь то же самое. У нас при медленном ППРЧ пропадает какой-то блок, оказывается поражен, и нам нужно использовать кодирование с перемежением, чтобы раскидать ошибки на какой-то больший интервал. В случае быстрого ППРЧ это лишь кусочки символа, и устойчивость при сборке символа из этих кусочков будет даже без кодирования. Дальше, по поводу многоучевого распространения радиолога. Если содержит их между лучами больше, чем интервал между скачками частоты, то получается, что к приходу следующего луча придетник уже успеет перестроиться на новую частоту, и про этот луч просто не узнает ничего. Интерференция между лучами не возникает. Но эта ситуация, естественно, она более вероятна при использовании быстрых ППРЧ, чем при медленной. При медленной, где несколько символов на одной частоте это вряд ли произойдет. Теперь, если задержка меньше, чем в период интервал скачания, то при медленной ППРЧ происходит то же самое, что и при отсутствии перестройки частоты. Сигнал будет испытывать замирание, селективное, либо не селективное, в зависимости от соотношения задержки и швейный спектр сигнала, и его нужно будет как-то принимать в этих условиях. При быстрых ППРЧ получается, что все лучи приходят при этом в процессе передачи кусочка символа на одной частоте. Они как-то сложились. Получился какой-то коэффициент передачи. Замирание для одного кусочка символа будет не селективным, там коэффициент какой получился, но для разных частот, на которых передавались кусочки символа, этот итоговый коэффициент передачи будет различным. Ну и здесь опять-таки при сложении фрагментов символа коэффициент передачи усоединяется по частоте, и фактически мы реализуем частотное разнесение в данном случае, передавая одно и то же на несколько частот, можно сказать. Таким образом, получается, что быстрое ППРЧ более устойчиво к навыковому распространению и собиранию, чем медленное. Но уже из самой идеи понятно, что быстрое ППРЧ существенно сложнее, чем медленное. И если пример медленной ППРЧ или пример реальной системы я вам назову, то про быстрое ничего сказать не могу. Вроде бы они используются военными, но конкретной информации про это, как вы понимаете, в коммерческих системах применения мне неизвестно. Что касается видоподуляций, которые здесь могут использоваться. В принципе, при медленной ППРЧ может любой вид модуляции их применён, потому что, так как мы перестраиваемся с несущей и ненесущей медленно, мы можем позволить себе ставить в начало пакета на новой частоте какие-то служебные фрагменты для того, чтобы синхронизацию приёмника осуществить необходимую, и сигнал принимать, используя определенный приём. Но чаще всего используется частотная, тем не менее, манипуляция. Что касается быстрое ППРЧ, вот здесь, если мы реализуем её так, как нарисовано было на схеме с использованием перестройки синтезатора частоты, то при этом практически невозможно гарантирует выполнение фазовых соотношений между кусочками символа каких-то конкретных. Поэтому, если так делать, то единственный вариант – это частотная манипуляция с негидерентным сложением кусочков символа. Практически единственный вариант. Чтобы гарантировать фазовое соотношение, можно формировать сигнал полностью в цифровом виде, но тогда практически исчезает различие между прямым расширением спектра и этим вариантом. Потому что получается, что мы некую сложную сигнальную базу должны сформировать и использовать. Разница практически исчезает, и это вскольно-технически. Поэтому обычная частотная манипуляция как правило. Ну и последнее, что я хочу вам сказать – это реализация множественного доступа в данном случае. Идея в том, что используются разные последовательности перестройки частоты для разных радиолиний. Если число частот намного больше, чем число радиолиний, то вероятность коллизий, что они в одно и то же время на одну и то же частоте будут передавать, является небольшой. И мы можем таким образом реализовать использование частотно-временного ресурса совместного. При медленной ППРЩ в результате таких столкновений теряются отдельные пакеты данных. Проблема решается за счет механизмов повторной передачи, подтверждения недостатки и повторной передачи. При быстрее ППРЩ будут лишь фрагменты символов затрагиваться, и помехоустойчивость страдает незначительно. Пример системы, где используются те, кто случайные перестройки частоты, это стандартный КПП 802-15-1. Там используется 80 частот в диапазоне 2,4 ГГц с шагом в 1 ГГц. Период перестройки 625 микросекунд интервалов с скачками частоты это 1600 скачков в секунду, прошу прощения. Модуляция ЧМ-2 соусовым сглаживанием скорость питовая 1,5 ГГц в секунду во время передачи пакета, то есть длительность символа 1 микросекунда. Соответственно, между скачками у нас получается 625 символных интервалов, но стандартный пакет он, короче, порядка 300 с чем-то там большие паузы на перестройку. В одной и той же области пространства может существовать несколько так называемых пикосетей. В одной пикосети до 8 устройств ее может входить. В пределах пикосети разделение каналов временной. Есть некое ведущее устройство. Оно создает последовательность перебора частот. Она генерируется из 8-го адреса. Устройства пикосети используют эту последовательность. Другие пикосети, которые могут в той же области пространства существовать на тех же частотах работать, у них будет другая последовательность перебора этих 80 частот, генерированная их ведущим устройством. Благодаря этому несколько пикосетей могут в одном и том же частотном диапазоне работать. Вот это все, что я вам хотел рассказать про систему расширения инспектора. Еще раз повторяю, весной у нас будет отдельный курс про эту систему. Спасибо. 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 Спасибо.